Большой дом, баня, летняя веранда. Именно об этом мечтают семьи, вытягивая карточки с кадастровыми номерами. В жеребьевке приняло участие семь семей из приглашенных в 16. Они-то и стали обладателями бесплатных земельных участков на улице Анучинской и Артековской. Хороший 15 соток. Будем надеяться, что он не сильно там уклон большой, потому что, сами понимаете, когда сильно большой уклон, неудобно строительство. Но независимо от этого участок будет наш. Строительство – это вообще процесс такой, это, наверное, состояние души. Поэтому строительство можно не завершить никогда. Но по мере того, как построится дом, соответственно, уже можно будет ехать, а дальше уже планировать все дальнейшее строительство. К этому времени свои наделы получили уже более двух тысяч многодетных семей. Еще четыре тысячи стоят в очереди, ведь процесс формирования и выделения участков совсем не быстрый. Очень давно думали о своем доме. Об участии в программе не сразу задумались. Уже много людей стали подавать заявления. Потом как-то, когда нет особых средств, конечно, тяжело такие решения принимать. Землю выделяют на специально сформированных массивах. Сейчас участки обозначены лентами и номерами. К большинству из них коммуникации еще не подведены. Однако к некоторым уже прокладывают дороги. Например, по улице Курельской в районе садоводческого товарищества «Лиман», а также к участкам в районе бухты Лазурной. Там же завершили работы по модернизации подстанции, что позволит обеспечить электричеством наделы в районе самой бухты. Прием заявок на электрификацию уже начался. В Артыковской включены в программу по строительству инженерных сетей и дорог к данным земельным участкам. Наделы дают в пригороде – от Седанки до поселка Трудовое, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенний, в районе бухты Лазурной и других местах. Однако для двух тысяч семей землю еще предстоит подыскать. Во Владивостоке на всех не хватает. Те счастливчики, которые уже получили наделы, начали разрабатывать участки. Администрации города выдано порядка 80 разрешений на строительство. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.